Выбрать территорию для благоустройства в 2024 году предлагают жителям Сахалинской области. В каждом из 18 муниципалитетов для рейтингового голосования представят проекты двух или трех общественных пространств. Всего в регионе для преображения предлагают 41 объект. По итогам голосования в каждом районе появится одна новая общественная территория. О подробностях расскажет Аделина Леонова. Поддержать проекты благоустройства могут все желающие сахалинцы и курильчане в возрасте от 14 лет на платформе загородсельда.ру. Для прозрачности результатов участие предполагает идентификацию через госуслуги. Отбор территорий производился по следующему принципу. Это обращение граждан, которые просили какие-то территории благоустроить захламленные или заброшенные. Это, скажем так, работа администрации, которые определяли территории в своих муниципалитетах, которые необходимо привести в порядок. На портале голосования представлены первичные эскизы, в которых отражены пожелания жителей районов. Впоследствии проект может измениться в ходе общественных обсуждений. Их станут проводить после голосования. Жители смогут озвучить свои пожелания по наполнению нового пространства. В прошлом году активнее остальных голосовали в Макарове и Тамари. В качестве поощрения в этих населенных пунктах благоустроят две территории. Я хочу отметить, что у нас по благоустройству общественных территорий принимают участие не только крупные населенные пункты, центральные города, но и уже несколько лет подряд у нас благоустройством занимаются и другие населенные пункты. Например, это у нас районы Ильинское было в прошлом году на голосование. Помогать в голосовании будут обученные волонтеры. Их можно определить по специальной одежде с названием проекта. 181 человек прошли обучение и доступ к работе. На постоянной основе 75 человек во всех 18 районах области будут работать. Они будут работать в местах наибольшей проходимости жителей, на мероприятиях, на субботниках. Будут приходить в коллективы. И задача волонтеров в первую очередь рассказать о тех проектах, которые есть. Голосование проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Выбрать можно один проект в любом районе вне зависимости от места проживания. Продлятся выборы до 31 мая.